Добрый день, уважаемые коллеги! Я продолжаю тему энергетики клетки и чуть-чуть поглубже расскажу те результаты исследований, которые получены в научно-исследовательном институте здоровья и сберегающих технологий. Проведенные исследования показали, что при разрушении клетки происходит диссипация энергии в виде электрической, магнитной, акустической и термической составляющих. Следовательно, до разрушения эта энергия была в аккумулированном виде самой клетки. И при разрушении определяется то количество энергии, которое было заложено Творцом при рождении человека. И это количество по замыслу Творца должно быть неизменным в течение всей жизни. И сегодня мы рассмотрим эти результаты и насколько количество выделенной энергии соответствует уровню духовности человека, а следовательно тому нативному подсознанию, о котором сегодня говорил Леонид Иванович. Мы рассматриваем человека как энергоинформационную структуру, которая является великим подобием Творца в соответствии со словами Создателя, которая повторяет в миниатюре своего Творца, обладая теми же возможностями творения, что и сам Создатель. Если посмотреть на человека как генератора и потребителя электрической энергии, то мы увидим это подобие, фрактальное подобие и в клетке. То есть изучая клетку, мы познаем человека, а через человека познаем Вселенную, то, что сегодня было сказано об этом. Итак, клетка человека, их в организме человека содержится порядка 50 миллиардов, и каждая из клеточек выполняет свою определенную функцию. И интенсивность операции, которая производится в клетке, составляет 10 в 11, 10 в 12 степени операции в секунду. Для того, чтобы это все произвести, безусловно, нужна энергия. Откуда она берется? Сейчас известно два устойчивых источника энергии в клетках. Это митохондрия, это мембранный потенциал. Рассмотрим их немножечко поподробнее. Итак, митохондрия. Это клеточные органеллы, которых находится в клетке примерно 2000 в среднем, где-то больше, где-то меньше. Это очень маленькие составляющие клетки, порядка 2 микрометров. И они могут заполнять пространство где-то до 25% объема клетки, составляя митохондрии. Митохондрии называют электрическими станциями клетки. Почему? Потому что именно в митохондриях генерируется электрическая энергия. Основная функция митохондрии — это синтез АТФ, то есть аденозинтрифосфорной кислоты, которая как раз и является ответственной за энергетику клетки. Вот она так выглядит. Она является ответственной за энергетическое обеспечение клетки. Как производится эта молекула? Митохондрия захватывает из цитоплазмы клетки, богатые питательными веществами и энергией различные вещества. Это перухаты, это жирные кислоты, аминокислоты. И дальше идет их окисление и расщепление с образованием СО2 и воды. То есть сама молекула АТФ представляет собой вот такую формулу, имеющую три остатка фосфорной кислоты. И при гидролизе, то есть при соединении с водой, ступенчато отвариваются вот эти вот все три остатка. И при отделении, при расщеплении выделяется та самая энергия, которая и потом накапливается в клетках. Полученная в результате этого энергия накапливается на внутренней стороне митохондриальной мембраны, которая представляет собой такую сложную структуру в виде таких вот складочек внутри митохондрии. Это так называемые кристы. Кристы обладают огромным электрическим сопротивлением, и энергия, которая выработалась при расщеплении, она там накапливается. Накапливается, ну, подобно, если кто-то знаком, как, в общем-то, хороший конденсатор. И количество этой энергии, которая вырабатывается, составляет до 200 мВ. Леонид Иванович тоже сегодня об этом говорил. Но эта энергия, как бы это мгновенное значение этой энергии. То есть она выработалась и тут же потребилась. И энергия эта идет на обеспечение жизнедеятельности человека, на поддержание его умственной деятельности, на создание теплового баланса и так далее. На это уходит 50-70% выработанной энергии. Остальные 30% они идут на создание мембранного потенциала. То есть в первом случае, первый, мы рассмотрели вариант, это митохондрия 200 мВ и 30% для создания мембранного потенциала клеток. То есть мембрана, вот она здесь изображена в более крупном виде, она представляет собой оболочку клетки, и ее основные функции это обеспечение целостности самой клетки, и обеспечение барьерных функций, защитных функций клетки. Как образуется этот мембранный потенциал? Энергия, которая получена при расщеплении, она идет на работу так называемого натриякалиевого насоса. По центру показана мембрана. Она играет роль таможни своеобразной, то есть в ионные каналы она пропускает ионы одного вещества и не пропускает другого. В данном случае здесь присутствуют ионы натрия и ионы калия. И те, и другие ионы, они нужны для функционирования всего организма. Так вот, эта энергия, которая получена от образования этой, она идет на работу перемещения этих ионов. Из клетки, то есть из самой клетки выводится 3 иона натрия, а в саму клетку вводится 2 иона калия. То есть вот такое вот неравновесное распределение заряда. И натрий, и калий имеют положительный заряд. Но поскольку здесь 3 иона натрия, то здесь скапливается больше положительных зарядов на внешней стороне мембраны. На внутренней стороне мембраны будет недостаток ионов калия. Поэтому внешнюю сторону мы обозначаем как положительный потенциал. Внутренняя сторона мембраны, она тоже положительная. Но поскольку недостаток положительных зарядов, значит, она условно принимается как отрицательный. То есть обозначенный минус. Таким образом создается разность потенциалов. И когда потоки ионов сравняются, то это установившееся значение динамического равновесия. Это весь состояние покоя или потенциал покоя клетки. И потенциал, который получим на внешней стороне клетки, он тоже по транспортной цепи далее распределяется. В установившемся значении, то есть потенциал покоя, составляет в зависимости от вида клетки, от минус 35 до минус 95 милливольт. Таким образом у нас получается вот то количество энергии, которое вот в этих двух источниках существует. То есть веточная мембрана от минус 35 до минус 95 и внутренняя мембрана митохондрии от 175 до 200 милливольт. Это то значение, которое мгновенно может быть использовано. Но этих операций создания молекулы ДН происходит примерно 5-9 в минуту. То есть вот такой вот обмен. Мы изучили значение потенциала, но для того, чтобы определить, каково значение выделившейся энергии при разрушении клетки, мы также использовали законы физики, поскольку они, собственно говоря, при описании, что вот в физике твердого тела, что в электротехнике, что в биологии, по сути, они одинаковые. Мы применили законы электротехники для описания процесса создания энергии и ее высвобождения. То есть мы заменили цитоплазматическую мембрану клетки, представили ее в виде электрической схемы замещения. В этой схеме РМ – это активное сопротивление, это есть белки мембраны и ионные каналы. АЦМ – это конденсатор, он представляет собой билипидный слой мембраны. ЕМ – это есть сам источник. Мы о нем уже поговорили. Это есть натрий-калиевый насос плюс АТФ, создание молекулы АТФ. Но поскольку самая мембрана является тоже генератором, как мы это выяснили, она включена в цепь последовательно. Таким образом, при прохождении тока по цепи начинается накопление энергии в конденсаторе. И при накоплении энергии, при достижении какого-то определенного значения, мы получили количество, путем расчета, получили количество выработанной энергии. Расчет мы провели с использованием данных, которые получены, официальные научные данные. Активное сопротивление мембраны 10,9 степень Ом, емкость мембраны 1,5 на 10 минус 12 степени фарад, и ЭДС-источника мы взяли 50 мВ. Заряд на конденсаторе, то есть на мембране, составляет 0,75 на 10 минус 12 степени кулон, и мы почитали таким образом запасенную в конденсаторе энергию, которая составляет 0,26 на 10 минус 12 степени джоулей. Это для одной клетки. А учитывая, что в одной капле крови, при заборе для анализа, находится порядка 250 миллионов эритроцитов, которые подвергались разрушению в дальнейшем, мы получаем, что суммарная энергия капли крови равна, при расчетах, при тельбанных параметрах, 0,66 на 10 минус 4 степени джоулей. Если вы помните, что Леонид Иванович рассказывал, это как раз тот порядок цифр, который соответствует здоровой клетке и здоровой клетке, и той самой постоянной, которая присутствует. Еще раз покажу вот эту зависимость, и вспомним еще раз про постоянную Бога. То есть есть линия красная, которая характеризует то значение энергии, которое заложено дворцом для любого человека, при рождении любого человека, и которая должна сохраняться в течение всей его жизни. Так вот, для здорового человека показатели суммы электрических импульсов, они располагаются где-то рядом с этой линией. А электрические импульсы, которые возникают при разрушении клетки, людей, имеющих какие-то заболевания, они имеют тенденцию к снижению. То есть вот эта черная линия, о чем сегодня Леонид Иванович нам хорошо рассказал. Эта причина тоже была понятно объяснена. В течение жизни накапливаются и наши пороки грехи в виде негативных мыслей, эмоций, поступков и так далее. И поэтому имеется вот такая тенденция к снижению. А как это объяснить чисто электрически или по законам физики? Достаточно сложно на самом деле, но мы попытались это сделать. Выяснили, что причиной снижения энергетики клетки является разрушение ее мембраны. Разрушение мембраны, то есть если сама мембрана клетки, теряя свои барьерные свойства защитные, то есть разрушается, то созрительно разрушается сама клетка. Но если одна клетка погибла, две клетки, это как бы еще не совсем заметно, но если этих клеток гибнут миллионы, тогда это уже последствия серьезные приводят к заболеванию. Так вот, причиной разрушения мембраны клетки чаще всего является электрический пробой. Никуда не денешься, это уже электричество. Электрический пробой, то есть у мембраны имеется электрическое сопротивление, достаточно высокое. И запас электрической прочности мембраны всегда больше на 20-30 милливольт, чем потенциал на клетке. Если мы берем потенциал, разность потенциалов где-то 50 милливольт, тогда электрическая прочность мембраны составляет, соответственно, 70-80 милливольт. И если напряжение на мембране 50, оно всегда остается меньше, то вот эта электрическая прочность, она соблюдается в условии, что она больше, и мембрана выполняет свои барьерные функции, и, собственно, клетка остается здоровой. Но возникают ситуации при патологиях, когда потенциал на мембране становится больше электрической прочности самой мембраны, и это неизбежен пробой. И причины пробоя, они тоже известны в биофизике, в медицине. Ими являются вот четыре основных, их больше, но на самом деле это основные перекисные окисления липидов, это действие мембранных фосфолипаз, это растяжение мембраны в результате увеличения давления, осматическое растяжение увеличивается, и происходит пробой. И далее в результате каких-то тоже патологий накапливается отсорция на мембране некоторых белков. И вот эти четыре патологии являются основными, при которых возможен, я бы сказала, даже неизбежен пробой мембраны. Если клетка здоровая, напряжение на мембране, оно остается постоянным, всегда ниже электрической прочности. И если рассмотреть тоже схему, электрическую схему замещения клетки, то под линией 1, это как раз линия увеличения заряда на мембране, и она не доходит до значения 70 милливольт или 0,07 вольт, и, в общем-то, выполняет свои функции надежно, потому что бальгерные функции не нарушены. Но, как вы видите, если существует какой-то из вот этих патологий, то происходит увеличение напряжения, и по достижении 70 милливольт происходит пробой мембраны. И это происходит за короткое время. То есть эти графики, они получены тоже зависимостью общей электротехники, по переходным процессам. Это, в общем-то, объясняет физику самого процесса. То есть любая из вот этих вот патологий может быть объяснена или действие мембраны фосквалипаз, или наличие белков. Это всё связано с болезнями, а болезни — это наше сознание, это наши привычки, это наши эмоции, мысли и так далее. То есть всё подчинено причинно-следственным связям. А раз так, значит, и устранить то, что происходит, возможно, тоже каким-то обратным путём. И это происходит, как показали результаты, которые были проведены при разрушении клетки. Особенно после действия молитвы результаты оказались действительно очень интересными. И это нужно ещё анализировать, изучать. И направлений исследований будет достаточно много. Как объяснить с точки зрения физики, как влияет, скажем, мысль на начало болезни, на проявление этой болезни? Конечно, сейчас нет ещё той глубины знаний и тонких тел, и нашей энергетики. И всего объяснить очень сложно, но на базе тех знаний, которые существуют в физике, всё-таки попытаться можно. Ну, например, воздействие воды. Вода — это источник информации, источник энергии. Вот снова вернёмся к цитоплазматической мембране. Она представляет собой белки красного цвета. Они в свободном плавании находятся в жидком липидном слое. Жидкость, то есть вода, она является составляющей цитоплазматической мембраны. А раз вода, значит, там содержится информация. Информация может быть позитивная, может быть негативная. И в зависимости от этого белки могут занимать какое-то определённое положение в этой мембране. То есть конфигурация белков, она составляет какую-то мозаику. А эта мозаика, в свою очередь, определяет электрические свойства самой мембраны. Электрические свойства тоже могут быть разные. То есть могут привести к пробою, могут удерживать эту мембрану в таком состоянии здоровой клетки и электрического равновесия. Так вот, если эта мембрана наполняется негативной информацией, ещё раз повторяю, то такое расположение белков, оно может привести к разрушению мембраны. Если информация позитивная, значит, ничего не происходит. И расположение белков такое, которое и должно быть изначально заложено в нашем физическом теле. То есть вода является основным источником информации и энергии. То есть можно управлять этой информацией в зависимости от условий хранения по словам Творца. Поэтому если мы генерируем сами положительные мысли, значит, и наша клетка отвечает на это тоже позитивной энергией информации. И клетки живут 120 лет, а то может быть и больше. Если информация негативная, значит, это приводит к разрушению. Кроме того, кроме воды, которая является первым источником, главным источником информации, мы воспринимаем её ещё органами слуха, зрения, другими органами чувств. Как в этом случае информация влияет на наше состояние? Тоже описать наиболее точно это пока сложно, но есть следующие тоже предположения. Информация, которая получена, скажем, если позитивная, она усваивается, воспринимается клетками мозга и остаётся, накапливается, хранится. Если же эта информация негативная, значит, клетки мозга передают искажённый сигнал клеткам того органа, которые являются в данный момент наиболее активными. Мы все замечали, желудок заболел, голова заболела, горло заболело. А что мы делали в этот момент? Если я, например, сказала не то слово, не так сказала или ещё что-то, в этот момент я осознаю это, в этот момент клетки мозга подают сигнал на клетки. То есть вот этот момент, он срабатывает. То есть наиболее активный данный момент – это моё горло. Или мы что-то сделали, или подумали, или не так делали во время приёма пищи, или приготовления пищи – желудок заболит. Если не у меня, то у кого-то другого. То есть вот такая информация, она сразу даёт реакцию на тот или иной орган, на клетки того или иного органа. Каким образом? То есть негативная информация поступает в эти клетки и происходит... Атом водорода заменяется атомом кислорода. То есть происходит окисление. То есть появляются свободные радикалы. А свободные радикалы, мы знаем, что они отрицательно влияют и на ткани, и на органы, и на соседние клетки. И эти свободные радикалы, они могут вообще появляться в цепной реакции. Чем больше негативных мыслей, тем больше свободных радикалов. Этот процесс изучен биофизиками, но до конца ещё не изучен с точки зрения энергоинформационной медицины. Это тоже есть наше направление, чем надо заниматься. То есть клетки мозга, они в данном случае, они... Такую роль играют, ну, не посредников, но тех, которые управляют этими процессами. Какой здесь может быть выход? То есть не думать негативно, не поступать неправильно и так далее. Это то, о чём мы сейчас с вами говорим постоянно, да? Есть ли выход из той ситуации, когда у нас клетки заполнены свободными радикалами? Есть, показали это наше исследование. Дело в том, что при искреннем покаянии, при прочтении молитвы, происходит обратная реакция. То есть клетки мозга посылают тоже сигнал в тот самый орган, разрушенный, заболевший. И вот этот сигнал, он является катализатором для обратной реакции. То есть атом водорода возвращается на своё место, выделяется атом кислорода, и разрушительная энергия, которая была, она заменяется на созидательную энергию. И в этом случае возвращается. И вот то, что мы видим, когда при чтении молитвы у человека возрастает друг энергетика, вот одна из причин, может быть, которая может описать это, это вот воздействие позитивной информации через клетки мозга и на те клетки того органа, который в данном случае является заболевшим, разрушенным и так далее. Это только некоторые предпосылки. Здесь, конечно, ещё много очень обрабатывать материалов, получено очень много. И мы думаем, что это всё-таки откроется. И мы сейчас можем говорить о том, что уверена, что всё-таки новое направление, энергоинформационная медицина, как идеология, как новое научное направление, оно уже сформировано. И с помощью механизмов, которые используют, и законы математики, физики, биологии, медицины, можно будет изучать как саму клетку, как человека в этой цепочке эволюции, так и всей Вселенной. Вот так коротко благодарю за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.